Приветствую вас! Начать, пожалуй, свой ответ я бы хотел с того, чтобы заметить. Заметить о том, что если у вас действительно депрессия, то сами вы из нее не выйдете. По крайней мере, вам для этого потребуется помощь психолога и помощь специалиста для того, чтобы вам помогли. Это первое. Второе. Как правильно сказал мой коллега, Кудрыщев Игорь Леонидович, что депрессия – это болезнь. Депрессия – это диагноз. И ставится он только врачом. А до тех пор, пока диагноза вас нет и соответствующего лечения нет тоже, можно говорить о том, что у вас депрессивное состояние, вызванное тем, что муж, значит, флисует с другой девушкой из интернета. Ключевым моментом к пониманию данной ситуации является скорее то, что вы думаете о себе в результате данного события. Какие выводы вы делаете, например, для себя, исходя из этих вот ситуаций, исходя из данных аспектов. То есть я имею ввиду, что вы для себя поняли, что вы для себя увидели в этом, в том, что ваш муж знакомится в интернете. И, соответственно, флисует с девушкой. Вот. Мне кажется, мне кажется, что с этого и нужно начинать. с того, какие выводы вы сделали относительно, ну, относительно вот себя в этот момент. Вот. Это первое. Второе. Необходимо понять, необходимо понять, что причина, по которой вы себя чувствуете так, как чувствуете, скорее всего была еще раньше, до того, как вся эта ситуация с мужем произошла и до того, как, возможно, даже вы вышли за него замуж. Хотя это, безусловно, и не то не точно. То есть вы тогда уже в себе сами, скорее всего, сомневались. Вот. И в результате этого, в результате этого сомнений в себе, вот, вы и получили сейчас свое состояние. Но, я надеюсь, вы согласитесь со мной в том, что ваши противоречия, которые у вас имеют место быть, да, ваши сомнения в себе, может быть, страхи какие-то, ну, страхи ваши собственные. Вот. Они не имеют ничего общего с отношениями между вами и вашим мужем. То есть это совсем другое. Это принципиально другое, принципиально иное. Это то, что связано только с вами. И весь вопрос в том, хотите ли вы это понять. Хотите ли вы узнать, как и что, собственно говоря, происходит. Именно с вами. Именно с вами, заметьте. Не с кем, не с кем-то еще. Именно с вами. Дальше. Следующий аспект, который мне представляется очень важным. Это то, почему мужчина начал так себя вести. Почему мужчина начал флиртовать с другой девушкой. Опять же, как вам сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, что его флирт – это следствие его неудовлетворенности. Так человек реализует свои желания. Так человек реализует свои потребности. И вопрос здесь заключается в том, насколько вы отдаете себе отсчет в том, что не хватает вашему мужу. Ориентируетесь ли вы на него, на своего мужа. В том, например, что касается, ну вот, этой ситуации. В том, что касается другой ситуации какой-нибудь, когда мужчина тоже, тоже, ну, неудовлетворен по тем или иным причинам. Вот. Да, понятно, что то, что он делает – это нехорошо, нехорошо. Понятно, что то, что он делает – быть не должно. То есть понятно, что это нездоровое поведение, когда мужчина флиртует. Это понятно. Это так. Это правда. Но. Как вы относитесь к своему мужу? Если вы его любите. Если вы хотите ему счастья. То вы обратите внимание на то, что ему не хватает. Постарайтесь ему это дать. То, что ему не хватает. И тогда объективная потребность в том, чтобы флиртовать с вами, у него падет. Если вы не готовы ориентироваться на него в этой ситуации. Опять же, это ваше право. И ваше решение, и ваш выбор. Но если вы не готовы ориентироваться на него, то в таком случае встает вопрос о том, насколько вам вообще адекватно быть вместе. То есть, ради чего вы вместе находитесь. Если вы не ориентированы друг на друга. Если вы не ориентированы на него, например. Вот. То есть, здесь вот вопрос очень важный в том, как вы воспринимаете его флирт. Вот. Кроме того, флирт это же не измена. Вот. И многие люди флирт даже не воспринимают серьез. Ведь мужчина там с вами. Живёт с вами. Спит с вами. Ну, вроде как. Вроде как. Спит с вами. Вот. Ну, а флиртует. Ну, всё с того, что флиртует. Вот. Но вас это задевает. И это говорит о том, что у вас вот всё-таки есть неуверенность в себе. Какая-то. И тонкость здесь вся в том, что вы будете с этим делать. То есть, понимаете, запрос выйти из депрессии, вопрос выйти из депрессии, он довольно, на мой взгляд, поверхностный. Потому что, может быть, вы сможете, например, отвлечься от того, что произошло. Может быть. Но проблема останется. И её нужно будет как-то решать. Эту проблему всё равно. И я предлагаю вам решать её в двух направлениях. Направление первое. Это что касается непосредственно вас. То есть того, как вы воспринимаете себя. Того, что вы стали думать о себе. После того, как мужчина начал флиртовать с другой девочкой. И в направлении вашего мужа, значит, с тем, чтобы понять, что ему не хватает и дать ему это. Для того, чтобы у него не было стимула заставок. Вот. И это зависит от того, насколько вы, ну, как вы относитесь к своему мужу. То есть, любите ли вы его. Хотите ли вы для него счастье, например. Ну и так далее. Вот. Таким образом, вам нужно ответить на эти вопросы. Вот. Ситуация ваша, она, не сказать, чтобы, знаете, очень критичная, да. То есть, вот, что она критичная, я не сказал. То есть, ну, мужчина флиртовал, ну, может быть, настроение у него такое было, что здесь не стоило бы делать из мухи слона на самом деле. Вот. Но! Вы это сделали. Вас это задело, а значит, мне требуется работа над собой. То есть, я ни в коем случае не ставлю целью обесценить то, что вы чувствуете. Вот. Наоборот, я хочу сказать, что это важно, то, что вы чувствуете. Это говорит о факте наличия проблем. Но проблем у вас. Не у мужа вашего в первую очередь. Хотя и у него, конечно, тоже. Потому что он флиртует с другой девочкой вместо того, чтобы, ну, например, сказать вам о том, допустим, что его не устраивает вместо того, чтобы сказать вам о том, допустим, что его не устраивает. Но это уже вопрос скорее именно построения доверительных отношений между вами. То есть, если вы выстраивали отношения не доверительные, не на доверительной основе. Вот. То это, к сожалению, нормально, что мужчина, значит, вам не говорит о том, что хочет. О том, что ему нужно. Вот. К сожалению, это нормально. То есть, здесь можно, значит, проработать еще и над восстановлением доверия, над общением, над высказыванием, именно высказыванием того, что хочется вам. Вот. Ну, опять же, опять же, опять же, конечно, при наличии желания. Вот. 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 При наличии желания к этому у вас и у него. Вот. Вот. Но, в целом, в целом, нужно сделать анализ ваших отношений для того, чтобы понять, какие именно проблемы ваши, его общие, привели вот в итоге к флирту. То есть, флирт, это, на самом деле, конечный результат тех проблем, которые у вас, по всей видимости, были и раньше. Поэтому, подумайте, какие-то могут быть проблемы, что может не устраивать вашего мужа, что ему может не нравиться. Да. То есть, прям, прям, напрямую, напрямую не вас, что ему может не нравиться, но, хотя бы, что ему вообще может не нравиться, в принципе. Вот. Об этом, в любом случае, тоже нужно будет поговорить. Вот. Таким образом, надеюсь, что я объяснял вам ситуацию в общем и целом, надеюсь, что она вам понятна. И, надеюсь, что вы посмотрите свои ресурсы, вот, свои возможности для того, чтобы сделать какие-то шаги для решения этой проблемы. Вот. На мой взгляд, именно так вам можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, в частности, например, вопросы, касающиеся прощения мужа. То есть, если вы захотите простить своего мужчину, да. Вот. Если бы, если бы, если бы, ну, поставить под собой, эм, такую цель, эм, цель, ну, простить его, его. Вот. Что я вам, например, я или любые, любой из моих коллег, э, с радостью вам в этом поможем. Вот. То есть, опять же, здесь, э, главное здесь, э, чтобы вы сами хотели что-то делать. Чтобы у вас было желание что-то делать. Понимаете? И тогда, возможно, абсолютно все. Вот. Надеюсь, что, э, э, это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, э, буду благодарен, если вы, э, сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Нелеги. ню Wagу. Вп., elimbetу. Немного. Продолжение следует...